Дамы и господа, именинник сегодняшнего праздника. С вами я, Гаррифан. Мы сегодня на встрече 50-летия пастора Владимира, первый поручитель в городе. Если вы просмотрели прошлое видео о его истории. Сейчас что мы делаем? Сегодня собралось больше 100 человек в центре, в Славе Community Center. И сегодня, вместо того, чтобы дарить ему подарки, все приносят донейшн, чтобы отремонтировать этот центр. Скажи, какой праздник сегодня? Вообще, я хотел бы поблагодарить всех, кто поздравил меня. Звонки, в личку, в интернете, телеграм, инстаграм, фейсбук. Спасибо всем. Я все прочитал, все принял. И сегодня тоже у нас хорошее время. Я человек скромный и смиренный. Мне сложно, когда все обо мне. И я слышал масса сегодня хороших слов, поздравления в мой адрес. Но то, что мы решили сделать мой юбилей с целью, оно как-то мне по сердцу. Поэтому еще раз спасибо. Если вас даже не было и вы хотите поддержать, чтобы мы обремонтировали это место, здесь уже мы 18 лет что-то проводим. Спасибо всем, кто откликнется. Я сейчас сделаю небольшой видеотур. Какое состояние этого здания? Вы сами поймете, что оно пришло, время пришло заменить некоторые вещи. И хотим поблагодарить от имени города Добра, от всех эмигрантов Сакраменто. Ты им способствовал городу Добра. Когда приехали первые эмигранты, и я их пытался там куда-то возить, что-то делать. Владимир говорит, давай для них сделаем встречу эмигрантов. Он открыл этот зал. Нам этого ничего не стоило. Эмигранты собирались. Даже по секрету здесь спали люди, когда им негде было платить, не было гостиниц. Потом такой трафик начался, что Владимир стал поручителем. Единственным первым поручителем, когда мы даже не знали, что это есть, это возможно, он на себя брал риск. И приезжали тысячи людей, которые он встретил, поручился. Некоторые из них пропали без вести. То есть они по всей Америке разъехались. Но в основном многие... Всем привет, кстати. Да, вам привет от Владимира. Мы вас любим. Добро пожаловать. Ну, очень много лишь пришло сюда и поблагодарить лично тебе. Спасибо тебе еще раз. Что? Я сейчас сделаю небольшой тур о людях. И можешь познакомиться с людьми, которые ты поручился. Я знаю, ты даже попадал в проблемы из-за этого поручительства. Тебя чуть ли не в наручниках. Было дело. То есть об этом, наверное, в большом интервью, которое грядет скоро. Кто такой Владимир и почему он попал под большую наблюдение. Итак, Владимир, спасибо еще раз. Мы сейчас пойдем в тур о зале, проведем, как это все выглядит. И если у вас есть что-то сказать ему, в комментариях напишите. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто поздравил еще раз. Очень польщен. Это очень приятно. И я все принимаю. Спасибо. Спасибо. Все, Владимир. А теперь пойдем по залу. Вы увидите, как он выглядит. И что здесь было. И может, каких-то людей по пути встретим. Павел, рад вас видеть. Приветствую вас. Поехали дальше. Так, вот смотрите, первым делом стекло разбили бомжи. Его надо сделать. Всем привет. Смотрите, в первом углу вот это. Нет, ну в Донбастере это как бы мы все делаем. Вот пол, который нужно заменить. Это будет донейшн, который мы сегодня собираем. Идет на пол. Это, мол, ты кажешь, заяц. А, вы видите, заяц? А, что-то есть. Так это дизайн. Может, его и оставим? Не-не-не, не надо нам, зайцы тут. Все нормально. Посмотрите, сколько людей. Вот здесь люди. Здесь были общения. Здесь бильярдные столики. Вот комнатушка, где люди жили, спали. А там какое-то поздравление идет. Извиняюсь, что базарь. Ну, мы с по-другому не умеем. Я когда у Тины спросил, какая есть рифма на 50, он ничего другого не придумал, кроме девчат. Но я потом подумал, посоветовался с Настей Хамадой, и мы придумали. Пусть вам будет 50, пусть Бог благословит вас во 100 крат. Нормально, нормально будет. Мы вас дождались. Я, как вы знаете, это чувство уже 20 лет. И я одно скажу, 20 сюда приходит, даже сюда приходит, и номер два он сюда сюда до собой приносит. Как вы знаете, извините. Слушай, привет. Вы Владимира знаете уже сколько лет? Я хочу вам сказать огромное спасибо. Четыре года. Четыре года. Можно у вас спросить несколько фидбэков о Владимире, что он вообще сделал в нашем комьюнити для вас? Есть ли несколько слов? Много их дел. Как только проехали, сразу дал нам матрас, первую же ночь. И дальнейшее наставление, помощь в адаптации к местным условиям. Спасибо вам огромное за все эти годы. Класс, спасибо. Верили молодежь всегда и продолжаете верить для пастыря. Молодежь будет всегда верить всех. Алла. Он всегда говорил, что бы ни случилось, пусть будет молодежь. Я помню у нас, мы ездили в Уменау, мы на десятерых там один мил там или два там делили как бы денег. И так было много. Алла, несколько слов. Что такое? Тут, наверное, шумно, поэтому я буду выводить людей. Алла, несколько слов о Владимире. А какую роль сыграл он в вашей жизни, в жизни нашего города? Ну, во-первых, пастырь Владимир для нас, наверное, стал первым человеком в этом штате. И конкретно в этом городе Сакраменто. Он, наверное, первый, он нам написал, так получилось, в соцсетях, он нас принял. И вот мы стали вместе служить как-то с ним. И вот он стал первым человеком в этом штате, скажем так. Это очень вообще открытый, классный человек, мы его реально любим. И это, наверное, первый человек в моей жизни, который реально большое сердце открыто для людей. Класс, спасибо. Да, он огромный пример для нас. А это семья, с которой мы снимали видео, как вы ехали из Флориды на двух машинах. И две машины сломалось. Одна или две? Две. Две машины, вот это испытание. И при этом всем они здесь счастливые, позитивные и все получается. Да. Можем у вас, наверное, пару секунд? Да. Вадим. Вадим и твоя супруга Анжела. Анжел. Вы в Америке сколько? Мы семь лет в октябре, да, больше на свет. Вы тоже приехали семь лет и попали в эти хорошие руки в Father's House? Мы были первой семьей, наверное, за которую наш пастор Владимир Ермолюк поручился и поселил нас у себя дома. Мы месяц у него жили дома, на втором этаже он выделил нам комнатку. Малая еще родилась уже здесь. Тогда у нас был Никитка маленький и Настя. Поэтому для нас Владимир Ермолюк это просто такое благословение. Это удивительный, добрый, смешный человек. Да. А с какого города? Мы с Донецка, с Украины. Вау. Потом нам помог найти жилье, помог нам купить машину. Ну, в общем, все на нем было завязано. Весь наш старт Сакраменто это был Владимир Ермолюк. Чудесный человек, спасибо ему за все. А говорят слухи, что он с каждого порученного получал государственных 10 тысяч баксов. И люди говорили, ему даже звонили. А давай ты с нами поделишься этими деньгами и тогда мы к тебе приедем. Был от этого? Вообще первый раз слышу, честно, Илья. А может он от тебя утаил, заработал на вашу семью? Уж с нами точно не было. Не знаю. Ну, полагаешь, что это такое есть? Не слышал. У него связки с государством, с этим. Не знаю. Честно, не знаю и знать не желаю. На самом деле, друзья, это миф. Такого не может быть. Я знаю всех поручителей в нашем городе. И они делают это в основном все. Если это служители церквей, типа дяди Вовы, Владимира, там. Это все искренние люди, которых просто желали вам добра. Поэтому вот таким, как он. И Вадим уже в Америке 7 лет? 7 лет. У вас уже дом второй, покрасочный шап. Да. И вы развиваете? Все как-то мы вовремя успели. Были хорошие времена. И мы вовремя по нормальным процентам купили дом. Потом дуплекс. Работа стабильна, слава богу. Жена отучилась тоже. Сейчас в госпитале работает. Шаг за шагом, шаг за шагом. Если есть руки, не из одного места. И вы приехали в Америку, когда вам было за 35? Да. Сколько вам было? Мне уже было тогда, если мне сейчас 50, тоже как и Владимиру, то это 7 лет назад, 43 уже было. Ну и вперед стартовали. И все получается. Радуемся, да. И самое интересное, что все самое лучшее впереди еще. А вы с самого Донецка, да? Да. Вы повидали все там? Повидали, как город захватывали, как приехали чеченские боевики на КАМАЗах с автоматами. И мы поняли, что нужно уезжать, потому что дети, и там делать было уже нечего абсолютно. Вот как доничанин, как ты думаешь разрулится эта война? Ой, раньше верил я в Парымогу, но сейчас смотрю, наверное, все идет к тому, что эту часть территории отдадут, к сожалению. Мое мнение такое. Ну, мы молимся же. Жалко, жалко, очень. Город процветал. Донецк был при Януковиче. Чтобы вы понимали, когда была Евро 2012, Виктор Янукович, президент, в городе постелил абсолютно новый асфальт и бетонный, не бетонный, а мраморный бордюры по всему городу. С мрамора. То есть там такой был шик. А Ринат Ахмедов построил стадион, один из лучших в мире. Поэтому там город процветал, жил, было денег, работы, людей, молодежи. Сейчас мои родители остались там, живут. Это просто ужас. Молодежи нет. Если есть, то Гасква. Короче, в Приднестровье. Да. И абсолютно никакой перспективы, работы, все туманно, все непонятно, все страшно. На улицах бывает хватают и забирают воевать за ДНР. Поэтому все прячутся. Страшно. Ну, слава вам, что вы здесь и ваша семья уже в безопасности. И все, кто в оккупированных территориях, мы за вас молимся. Выживайте и идите там, где у вас есть перспектива. Это моя позиция. И при этом всем, те, кто могут защищаться, защищайтесь. А те, кто не могут, выживайте, вырывайтесь. Добро пожаловать. Вырывайтесь, лучше вырывайтесь. А там будет видно. Супер. Спасибо, еще раз благословите. Спасибо, Олег. Вы 11 лет в Америке? Хотите что-то сказать? Вы Владимира Ермулька знаете? Сейчас я уберу карио. Ну, вы пока прожевываете. А там есть меня резин. Хотите попасть на кадр? Нет. Нет? Я жую. Да. Так, пока люди идут, я хочу закончить наш кадр интересными людьми, которые... О, многолетная семья. Кстати, можем познакомиться с этим кругом людей? А, да, конечно. И потом с вами. Виталий, который приехал из Татарстана несколько... Пять дней. Пять детей? Две недели назад, два месяца. Две недели назад, правильно, да. Скажите в двух словах, почему вы в Сакраменто? О, спасибо. Почему в Сакраменто? И как вы выживаете с пятью детьми? В Сакраменто приехали, потому что у нас проучитель дядь Буово. Он нас принял. Отличный человек. Человек великой души. Выживаем. Пока ходим в футбанки, помогает нам церковь. Вот таким образом выживаем. Все в порядке, мы всем довольны. Я правильно понял, что вам не дали ни футстампов, ни поддержки, ничего. Ничего абсолютно не дали, а Вилфор нам отказали. Второй раз подали, сейчас не знаем, откажутся, пока не в курсе. Вот такая ситуация. Ну и при этом я вижу такой настрой позитивный. Надежда, что все будет. На самом деле все будет. Добро пожаловать в город. Да, конечно. Илья у нас рядом, самый главный стержень. Все будет в порядке, мы не спокойимся. Класс, спасибо. Добро пожаловать. И надеемся, что у вас все получится. Спасибо большое. Из земляки, татарцан, танцы. Или какой это город? Альметьевск. Если есть земляки, я вам дам контакт Виталия. Напишите ему, помогите ему разобраться в жизни, направить его на правильный путь, дать ему работу, бизнес, дом, машину и устроить детей. Обоим руками, ребят. Мы можем познакомиться с многодетной семьей. Алексей. Алексей. Ирина. Ирина. Ирина, вот ваше время. Я когда-то их встретил в Мотель Секс, многодетная семья, еле туда влезла. Аминь, аминь. У нас 8 детей. Да. И у вас родилась недавно девочка или маленькая? Да, да. Здесь родилась девочка, Стефани. Как ваша адаптация в Америке? Сколько прошло времени? Ну, у нас прошло времени, в феврале будет два года. Многие пишут, куда вы едете, вы едете в загнивающий запад, вы там будете молиться обратно, чтобы вас пустили обратно. Молитесь обратно? Нет, свобода, здесь свобода, здесь все на тебе, ответственность за жизнь, ты живешь, ни о чем не думаешь, заботишься сам о себе. Ну, а вот интересно, вот как, 8 детей, вы отец, который, наверное, не с миллионами приехали сюда? Государство помогает. Да, нам помогает государство очень сильно и церковь. Церковь, государство, Бог и друзья. А скажите, вы дружите с Владимиром Ромляком? Да, да, это наш фастер. Вы ходите в эту церковь? Это наш фастер. Скажите, какую-то роль он же сыграл в вашей жизни? Да, мы спим на его матрасе, у нас его матрасы. Он раздает матрасы всему Сакраменто, да, и первое время мы просто оттуда получали продукты, футбанк нам, да, нам очень сильно помогли. Кстати, проект We Love Our City, видите, огромный грузовик стоит. Вот это их проект уже много лет подряд, они кормят все Сакраменто. Каждую субботу. Кстати, что интересно, в этот футбанк приезжают крутые машины, Lexus, Immersi, BMW, ну и Prius скромные, и их загружают не смотря на вашу машину и на ваш статус пребывания в Америке. Вот такое, мы вы любим город, независимо от национальности, сколько лет в Америке, кто вы, мы вас любим, и мы вас даже еще не знаем, но мы вас любим. Это слоган нашего города. Города добрый. Да, да, и даже не спрашивают паспорт, говоришь, две семьи дают на две, говоришь, три дают на три, и никто тебя не спрашивает, правильно это или нет. Я уверен, что вы уже волонтерите в этом движении. Обязательно, мы каждую субботу, да, помогаем, помогаем, да, общаемся, спрашиваем у людей, встречаемся, говорим, чем помочь, если есть какие-то проблемы. Да, да. Ваша жена специалист по макежу или ногтям, или что? Да, я специалист по маникюру, педикюру и подологии. А ваш инстаграм какой? Как инстаграм? Как вас найти? Лаг.найл.броу. Лаг? Лаг. Просто когда-то у нас был свой магазин, поэтому так и осталось. Лаг, нейлс, броу. Брав, отлично, найдите и добро пожаловать. Чем вы занимаетесь? Вы старшая семья. Ну, сейчас я работаю в констракшн. У меня есть хендимэн лайсенс. Мама, кстати, не поделилась, она получила косметологию. Да, уже лайсенс получила, так что... Так что у нее теперь все классно с клиентами, вот. Да, я занимаюсь в констракшн, работаю, живем, все классно. Жена занимается байкери, сейчас она расскажет. Как называется байкери в инстаграм? Соловей кейкс. Соловей? Соловей кейкс. Кейкс. Вот я делаю тортики бисквитные на заказ, поэтому очень вкусные торты. Не приторно сладкие, поэтому буду рада сделать тортик на ваш праздник. То есть, друзья, наш город Добра всегда поддерживает новоприбывших эмигрантов. Поэтому поддерживайте, если вы делаете какой-то праздник, красоту. Вот, я сказал. Если я запомню, я могу в описании раскинуть, то я вряд ли запомню, вы мне пришлите лично. В общем, вот такая вот город Добра. Кто приехал две недели назад, год-полтора, мы все любим друг друга и поддерживаем друг друга. А вот мой светооператор ИГРОВ. Вот несколько месяцев назад он на одном движении, Community Festival, такой движ создал. Я не часто видел такие движухи, такого исполнения рэпа, авторского, который ты сделал. И ты его называешь поющий рэп? Поющий рэп. Когда он в Америке? Я в Сакраменто девятый месяц, а до этого были мы в Мизури немножко. Да, мы были в Мизури шесть месяцев и в Сакраменто. В Сакраменто переехали девять месяцев уже здесь. Как тебе Сакраменто и почему Сакраменто? Потому что, во-первых, нам сказал адвокат сюда ехать, потому что в Мизури это штат республиканский, там немножко было сложно и с работой, и немножко нас там подставляли, кидали немножечко на деньги. И ну все хорошо, мы сюда переехали, здесь совсем по-другому. На самом деле, город Добра, вот это чувствуется, здесь в Сакраменто. Мы не знали, но мы приехали. ИГРО, Игорь, на самом деле, кстати, твой инстаграм назови еще раз. ИГРКУШИКОВ. Точка КУШИКОВ, да? Нет, ИГР просто, ИГРКУШИКОВ. Одним словом? Да, одним словом. Он является, не профессор, а учитель, преподаватель. Барабанов, гитары, пианино. И вокал. Вокал индивидуальный. То есть, если вы хотите посмотреть на инстаграм, на его исполнение, вы сразу захотите, чтобы ваши дети подобным научились. Потом ты для нашего города находка. Добро пожаловать. Спасибо, что вы приехали в наш город. Спасибо. С 17 ноября мы тебя видим на большом пикнике иммигрантов. Будем выступать, будем греметь, будем качать зал. Все, с Богом. Идем дальше. У меня осталось несколько минут видео. Скажите несколько слов. Вы один отец в Америке. Ага. Знаете, Владимир, не понаслышке. Да, я работал у старшего брата Николая. В траковом бизнесе. Да, именно он дал старт в траковом бизнесе. Это было в начале 2014 года. Владимир приезжал на Ярд, мы познакомились. Я слышал о том, что он занимался какой-то деятельностью, был пастором. И в 2019 году, наверное, я первый раз посетил его церковь. И более плотно, тесно пообщался. У меня самые теплые и хорошие впечатления остались о нашем каком-то такой встрече, диалоге. Вас зовут Ищерский? Александр. Александр, из какого пожелания вы скажете иммигрантам, которые собираются ехать в Америку? Ну, было время, когда уезжали от режима этого КГБшного, НКВДшного. И я вырос в Советском Союзе, родился, при мне союз развалился. Я понимаю тех людей, которые хотели поменять это. Сегодня, может быть, не всем нужно здесь быть. Почему? Потому что прошло время, когда здесь было вот так вот, как в раю. И здесь на самом деле не растут на деревьях, как бананы, там, долларовые купюры. Сто долларовые и даже и двадцатидолларовые, но не растут. Поэтому здесь нужно просто перестраивать полностью свой жизнь. Нужно понимать, для чего ты едешь. Страна огромных возможностей, но и нужно быть очень организованным, дисциплинированным. Поэтому, если вы хотите просто сидеть, чтобы там что-то капало. Есть очень много стран европейских. Германия, где пятьсот или шестьсот евро на каждую персону выделяется. Америка нет. Америка работающая страна, поэтому здесь нужно шевелиться. Вам уже кто-то наступает на ноги. Что-то вперед выпускается. Биллы бегут вперед. Если вы хотите хорошо, красиво жить, вам нужно работать. Если вы не можете работать руками, у вас нет здоровья, нужно работать головой. Не можете головой, приходится работать руками. Поэтому хорошо быть там, где вы можете себя реализовать. Золотой совет, Александр. Спасибо. Спасибо, звукоператор. Света оператор. Итак, Алекс Стэн. Это легендарный повар, который уже много лет кормит нашей комьюнити. Спасибо. Все мужские встречи, которые здесь происходят, это вам благодаря. Мы ждем, когда вы откроете свою страну. Прям ждем. Или он уже есть? Нет. Ждем. Идем дальше. Кого бы еще зацепить. Тут поздравления происходят нон-стоповые. Алекс, я хочу закончить кадр с тобой. Несколько слов. Какую роль, Алекс, для тебя сыграл Владимир Ярмалюк? Пастора Владимира я знаю, наверное, уже больше 15 лет. Еще с Новым Иерусалимом мы приезжали и выступали, и служили. И потом уже, когда я сольным творчеством занимался, я делал свои концерты. И Владимир всегда шел на встречу. Открывал не только сердце, свой дом, но и церковь для служения и для выступления. И когда мы сюда приехали, мы вместе с пастором Владимиром поехали в какой-то дом. И вместе с ним носили мебель. Люди нам подарили. Моей семье подарили мебель, матрасы, мягкий угол. И мы вместе с пастором, и его сыном, и Андреем, цариком, все это дело стали к нам в апартаменты наши первые. Так что вот, он не только духовный человек, но еще и физически трудится. Спасибо, что проводишь такие мероприятия. Здесь часто Алекс проводит мужские встречи. Мужики, если вы живете в Сакраменте и вам скучно, вот здесь это все происходит. Смотрите за объявлениями, подписывайтесь на Алекса, смотрите все движение. Спасибо большое. Арчи-шеф, спасибо тебе, Оливье. Пришел покушать в гостях вкуснее, понимаешь? Только у нас готовил, вот прибежал. А это легендарный шеф, если вы еще не знаете, познакомьтесь с Арчи-шефом на Инстаграме. Митя, ты знаешь Владимира? Да. Есть ли вам какое-то слово, пожелание? Ну, пастор Владимир человек с большим сердцем, который вмещает в себя очень много людей. И мы вот здесь, на этой площадке, даем кукольные спектакли благодаря пастору Владимиру, который открыл эти двери для нас. Поэтому большое вам спасибо и всем большой привет. Спасибо. Привет, Саня. Да, привет. Несколько слов про Алекса, про Владимира Ермолюка. Ой, это вообще отличный человек. Мы с ним очень много проводили времени, он очень компанейский. Это помимо того, что он пастор, я имею в виду, он вообще просто компанейский человек. Огонь просто. Огонь человек. Алекс Моряк, да? Моряк? Капеллан. Капеллан. Садес? Да. Он уезжал в Северную Каролину? Да, в Южную Каролину. И вернулся как забывший сын. Это я так называю. Об этом, может быть, с ним поговорим подробнее. Почему и как? Да. Но он вернулся не с пустыми руками, поэтому мудрое решение. Спасибо. Оля, привет. Привет. Тортик остался? Я, где ты катил? Все-таки, да? Друзья, самые красивые тортики в городе, говорит Оля на Инстаграме. Sweet pieces. Посмотрите, несколько слов про Владимира есть пожелания? Самый лучший пастор из эксперимента. Он твой пастор? Да. Класс. Спасибо. Тут развитие пошло. Друзья, я отключаюсь от этого видео. Привет. Несколько слов о Владимире Армурюке. Я познакомился с ним, когда уже приехал сюда в Америку полтора года назад. Просто замечательный пастор. Абсолютно так. Спасибо. Друзья, мы отключаемся, потому что тут такой шум. Я не знаю, если было слышно или нет. С вами был я, Кальфан. И это была наша комьюнити. Вот здесь, вот здесь, в этом здании начались системные встречи иммигрантов, где мы запустили такой бумеранг добра. И спасибо всем, кто были участниками, спикеры, гости и сами иммигранты. Мы вас любим. Добро пожаловать. И моя просьба ко всем. Если вам протянули руку однажды, протяните дальше, потому что от этого вы кайфанете. И вы принесете много пользы и добра людям. И от этого вы будете радостны. С вами был я, Кальфан. Встреча иммигрантов Владимира Яромалюка, который празднует 10-летие. Легендарный человек. Он сделал след в нашем городе. Вот он Legacy. Памятник ему уже вот стоит такой виртуальный. Однажды, может даже настоящий. Всем с Богом. Добро пожаловать в город Добра. Будьте пользой. Всем с Богом. Всем пока. Bye.